Вы когда-нибудь испытывали, как ваши веки тяжелеют на работе? Вам когда-нибудь приходилось сдерживать зевоту на заседании? А может, вам просто хотелось немного подремать, чтобы набраться сил? Как может краткий полуденный сон изменить ваш рабочий день или ваше здоровье в целом? В некоторых компаниях полуденный сон не считается чем-то постыдным, а скорее даже наоборот – предпочтительным. Согласно опросу, проведённому в 2008 году Национальным фондом СНА, 34% американских компаний разрешают полуденный сон во время перерыва на работе. Некоторые офисы даже оборудованы специальными лежаками для сна или спальнями. Ожидается, что этот тренд продолжится, поскольку послеобеденный сон обладает множеством полезных качеств. Однако его время, чистота и продолжительность могут меняться. Основанием полуденного сна могут служить разные причины, но чаще всего к нему прибегают для повышения умственной концентрации и общего благосостояния. Нейробиология показала, что послеобеденный сон улучшает память, повышает внимательность, придает сил и поднимает продуктивность, а также помогает избавиться от некоторых недугов, связанных с недосыпанием. Интересно, что ислам рекомендует полуденный сон, главным образом потому, что так поступал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям. В подтверждение желательности полуденного сна, или же каилюля, говорят следующие хадисы. Совершайте каилюля, полуденный отдых, поистине шайтан не отдыхает в полдень. Послеобеденный сон повышает умственную способность. Ищите помощь в разговении, сухуре для восстановления после поста и в послеобеденном сне для восстановления после выстаивания в ночной молитве. Тахаджуд Полуденный сон уместен в любое время после полудня, желательно до совершения дневной молитвы. Луур Даже западные исследователи считают, что полуденный сон обладает существенными полезными качествами. В недавних отчетах говорилось, что всего один час дневного сна значительно увеличивает способность мозга усваивать новую информацию в последующие часы. Исследования в области медицины показали, что полуденный сон не только помогает восстановить мозговую активность, но и способствует повышению умственных способностей. Доктор Мэтью Уолкер, психолог Университета Калифорнии, который проводил исследования, заявил, «Сон не просто восстанавливает после продолжительной дневной активности, но если учесть ваше нейросознательное состояние, то он переносит вас на совсем другой уровень после отдыха». Современные ученые только сейчас делают новые открытия того, что было неспослано нам посредством божественных откровений и наставлений пророка, саляллаху алейхи вассалям, более 14 столетий назад. На самом же деле, в каждом действии, предписанном Аллахом, есть благо для людей. Творец прекрасно знает обо всех физических и душевных потребностях человека. Все действия поклонения, согласно исламу, были предписаны Богом с тем, чтобы нести пользу для души и плоти. Более того, несмотря на то, что все эти действия идут на пользу нам самим, Аллах, посредством своей милости, дарует нам награду, когда эти действия совершаются с намерением поклонения, то есть айбада. Как же благословенна наша умма! Надеюсь, вам понравилось наше видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. А пока, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры! Всех, кто еще не стал членом команды Миссия Дава, и кто искренне желает присоединиться и поучаствовать в нашем даабате, мы приглашаем стать активным спонсором канала. Пусть слово «спонсор» не вызывает у вас ассоциаций с роскошью и излишним достатком владельцев канала. Абсолютно все спонсорские взносы, как и скромные поступления от рекламы, идут на создание качественного достоверного контента и своевременное освещение актуальных вопросов, касающихся нашей умы. Чаще мы сами покрываем часть расходов, что мешает нам выпускать новые циклы и авторские проекты. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала Миссия Дава своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok